Можете ответить мне на один вопрос, почему Финляндия вошла в НАТО вчера или позавчера, а Украины нет? Потому что в состоянии войны НАТО не примет ни одну страну. Почему вы все время оправдываете НАТО? Потому что НАТО это нормальный... Потому что НАТО вы прям пятки целуете НАТО. Вы задали вопрос и не даете мне ответ. ТАТАРСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИХА Нет. Как нет? У вас же Татарская Республика или что? Нет. А что Татарстан-то Республика Татарстан? Ну Республика Татарстан. Ну вот Татарская, Народная, а у вас Народная Республика? Или у вас Диктаторская Республика? Одно из двух. Зачем? Диктаторская Республика или Народная Республика? Зачем? У нас Татарстан. Республика Татарстан. Так она Народная или Диктаторская? У нас нет приставки Народная. А Диктаторская есть у вас приставка? И Диктаторская у нас тоже нет. А, пока у вас нет приставки Народная, да? У нас не пока и не до и не после. А вы Татарка, кстати? Вы Татарка? Алло, 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 алло. Алло, 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 ну куда вы зависли? О, развесли. Вы Татарка или нет? Вы Татарка или нет? Я русская. А вы знаете Татарский язык? А вы знаете Татарский язык? Ну, так. Ну, понятно. Немножко понимаю. Не знаете. Ну почему? А, знаете немножко? Скажите мне, как по-татарски будет слово «свобода»? Нет, этого я не знаю. По-моему, в татарском и нет такого слова. А, в татарском нет слова «свобода». То есть «свобода» есть, а слова нет? Или «свободы» нет и слова нет? Как вы это объясните? Нет, во-первых, у татар очень много слов русских, поэтому у них нет транскрипции перевода некоторых слов. Понимаю, понимаю. Слушайте, как вы относитесь к тому, что сейчас происходит в Украине, что вот-вот и ваша армия побежит в большинство оккупированных территорий? Как вы думаете, ваша власть это переживет? Путинская власть. Наша власть какая? Путинская ваша власть. Путинская? Ну, судя по тому, что у меня племянник у вас там говорит, что нет. В земле, да? Нет. А еще нет? Не в земле. А откуда вы знаете? Когда вы с ним последний раз говорили? Сегодня. Ой, вчера вечером. А, так его сегодня уже грохнули. Что вы переживаете? Нет, не грохнули. Все нормально. Нет, не грохнули. Он уже там. Все хорошо. Удобляет украинскую землю. Бахмут уже взяли. Да? Когда? Когда его взяли? Всего. Вчера. А, вчера, да. Я с ним два часа назад слышал, что вы лоб разбиваете об бахмут. А вы мне рассказываете сказки про вчера. Вы знаете, что... Зачем? Не было недели, чтобы вы по десять раз не объявляли, что вы уже взяли бахмут. В течение десяти месяцев последних. Послушайте, вы приходите ругаться или... Нет, нет. Я прихожу обменяться информацией. Проверить, насколько вы несете хрень, понимаете? Ну, если мой племянник говорит, который находится на передовой, и он говорит так, а вы со слухов, то я думаю, что... А может, он врет? Как вы думаете? А вдруг он врет? Давайте допустим это. Или вы не допускаете, что он врет? Что он наглый врут? Нет. А почему он должен врать? Как почему? А почему? Ваша вся страна врет, у вас принято врать. У вас, начиная с президента и заканчивая вашим дохлым племянником, все врут. А почему вы оскорбляете? Я его никогда не оскорбил. Вот я ни одного вашего... Я ни одного вашего парня еще не оскорбила. Так подождите, а что, наши парни оккупанты, что ли? Ваши парни оккупанты. Их надо оскорблять. Их надо уничтожать на украинской земле. И украинская земля ему будет стекловатой. Конечно. А как вы думаете? Серьезно? Конечно. А вот то, что творится у вас сейчас в Киевской лавре, это нормально? Абсолютно нормально. Это нормально? Это очень нормально. Только надо позже, я считаю. Что православную церковь превратили... Не православную церковь. В Украине есть своя православная церковь. А ваша, у которой нету великой грамоты, которая вообще сектантами считается, ваша церковь, московского патриархата, должна пойти нахрен. Слушайте, слушайте, этой церкви, этому, ей, она с 1500 там какого-то года. Киевская лавра. И вы сейчас говорите о том, что наши сектанты, Киевская лавра, практически оттуда все и пошло. Там же крестили и Русь. И все там крестили. И вы сейчас говорите о том, что наши... А когда, в каком году крестили Русь? Ой, сейчас я уже не вспомню. 900 какой-то год я сейчас не вспомню. А кто крестил Русь? Как вы думаете, это был московский патриархат или, может, вы что-то спутали? Нет, я не спутала. Я не вспомню. Тогда в Киево-Печорской лавре был московский патриархат, да? Тогда еще Киевско-Печорской лавры еще не было. Ну так а что же вы тогда мелите и Русь? Основание христианства уже начиналось там. А вы во что превратили? Что они имеют к вашей московскому патриархату? Какое отношение это все имеет? При чем тут московский патриархат? При чем тут московский патриархат? При советской власти тут московский патриархат. При чём тут московский патриархат? А вы не понимаете, между кем и кем идёт противостояние? Здесь идёт между вами дебилами... Московский патриархат. Куда ты убежала? Убежала. Она мне будет сказки рассказывать, что творится в Киево-Печорской лавре. Этот процесс должен намного быстрее, чем он идёт. Он придёт к своему логическому завершению. И от московского патриархата Украина должна избавиться. Хотя бы даже по той простой причине, что на сегодняшний день Москва – это столица фашистского государства, которое оккупирует Украину. Вот этой одной причины достаточно, для того, чтобы процесс завершить. И там ещё куча других, но это ладно. Не будем даже вдовах. Вот этой одной достаточно. Здрасте. Здрасте. Это что такое в основном? Парли вы фонсе? Слушайте, я на русском разговариваю. А на французском нет? Я и в России вообще-то. Но вы вообще-то во Франции сейчас. Не хотел вас рассказать. Вы можете ответить мне на один вопрос? Почему Финляндия вошла в НАТО вчера, или когда там позавчера, а Украины нет? Потому что в состоянии войны НАТО не примет ни одну страну в твоей ряды. Почему вы всё время оправдываете НАТО? Потому что НАТО – это нормальный… Потому что НАТО – вы прям пятки целуете НАТО. Вы задали вопрос и не даёте мне ответить. Ну хорошо. Вы же живёте в Париже. Чего вы? Да-да-да. Чего вы подгораете? Давайте я вам отвечу спокойненько. Ой, ёпт. Потому что НАТО – это военный союз цивилизованных стран. Понимаете? Вот именно поэтому мы и оправдываем НАТО, потому что это справедливый… А то, что вы лохи, короче, вы не видите. А в чём заключается, что мы лохи? В чём? О, Боже, вы никогда там не будете в этом НАТО. Вы что, не понимаете? Вы не слышали заявление? Вы никогда не будете в НАТО. Я же вам хочу ответить на вопрос. Вы мне не даёте. Я понимаю, это ваши хотелки. Ваши влажные хотелки вы можете оставить по себе. Это не мои хотелки, это Божье распоряжение. Я понимаю, но НАТО говорит, что Украина… А, всё, да? Нет. Из Франции, между прочим. Вот она вам, пожалуйста. Рашистка. Из Франции. В Париже живёт. А на французском не говорит, кстати. Как её пустили туда, почему её тут не выгонят. Интересно. А Украина, конечно, будет в НАТО. Более того, не Украина будет проситься в НАТО, а это будет бенефитом для НАТО принять такую мощную, сильную страну в военном плане, в первую очередь, как Украина. И, конечно же, Украина будет НАТО. Конечно. Будешь подгорать, нет? Ну, как прикольно. Ну, как прикольно. Смешно. Смешно. Чё у тебя звук такой хреновый, а? Ну, давай погромче сделаю. Сделай громче, тебя вообще почти не слышно. Ну, вот, поскольку сейчас нормально. Ну, немножко лучше, но тоже плохо. И эхо появилось. Вот, на. Подождите, чуваки, сейчас я вам еще один прикол поставлю. Слушайте. Сейчас приколитесь еще больше. Слушайте. Слились, чуваки. Они не хотят это смотреть. Потому что понимают, что это может не пройти безнаказанно для них. Это капец, блин. Так, ставим лайки за это все. Ставим лайки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!